здравствуйте уважаемые зрители уважаемые подписчики с вами я федор семенец и в сегодняшнем видео мы будем разговаривать о том как выбрать стиральную машину говорить я буду конкретно про новые стиральные машины бушка это отдельная тема отдельный разговор как-нибудь я об этом расскажу в другом видео данная информация которая сейчас будет делиться но и и будет достаточно много поэтому я преждевременно предупреждаю что я данную тему я ее буду разбивать на две части и вот в первой части значит мы поговорим об одном во второй поговорим о другом о чем изначально вообще о чем будем говорить то есть видеоматериалов всяких статей в интернете по поводу того как выбрать стиральную машину хватает но все они по сути одинаковые и там мы идут такие общие параметры то есть по принципу подбора то есть какой тип стиральной машины мы выбираем какая какие на ней функции какой производитель ну и в принципе все то есть основные параметры которые дают там любой производитель до любой интернет-магазин оффлайн магазин там чего нету чего нельзя найти при выборе техники вообще вот очень такие два момента интересных первый момент это гарантийное обслуживание техники а второй момент это проблемные места техники у каждой техники любая техника она ломается имеет какие-то свои дефекты и так далее и вот второй момент это именно вот скажем болячки техники ну в данном случае стиральных машин да значит в этой части мы будем про гарантию разговаривать то есть это видео на такое больше информационная тут вам ничего показывать не буду буду только рассказывать значит что касается гарантии вот например вы присмотрели там какой-то бренд да или даже его не присмотрели вот пришли в магазин хотите купить стиральную машину вам сразу же продавец начинает показывать берет берите вот вот эту модель берите она у нас там по акции продается и тут вот хороший функционал и класс там водопотребление энергопотребление у нее там достаточно высокий ну в общем хорошая стиральная машина берите ее вот вы купили а потом выясняется то что на нее по сути сервисного обслуживания никакого не вот поэтому гарантия это очень важный момент прежде чем выбирать технику я всем своим знакомым всем клиентам сервисного центра клиентам даже вот нашего магазина запчастей бывают такие звонят спрашивают поэтому вот я и рекомендую что изначально перед тем как вы выбираете технику вам нужно узнать по поводу гарантийного обслуживания этого тех этой техники есть она в вашем городе нету какое оно хорошее плохое и уже исходя из этого решать себе стоит ее брать или не стоит потому что я же говорю техника ломается вся гарантия это важно что еще важно в гарантии гарантии важно знать вот такие моменты как есть гарантийное обслуживание есть сервисное обслуживание то есть вы приходите в магазин вам продавец предлагает какую-то стиральную машину господа продавцы я никого не хочу обижать и так далее я говорю как я думаю это ваша работа это ваш хлеб вы все правильно делаете вы продавцы молодцы то есть вам респект благодаря вам техника вообще продается вот я тут говорю немного про другое то есть вот приходите в магазин и вам продавец предлагает там какую-то модель говорит вы знаете вот на эту стиральную машину идет год гарантии и два года бесплатного сервисного обслуживания и даже по незнанию добавляют такую фразу ну по сути у вас есть три года гарантии вы думаете о так это же хорошо вот три года гарантии классно вы берете эту технику год она у вас работает без проблем второй тоже на третий год что-то там на ней ломается вы обращаетесь сервисный центр там соответственно у вас уточняют спрашивают ага так у вас значит сервисное обслуживание у вас не гарантии говорите ну да ну вам вас начинают радовать без проблем привозить его технику это наш сервис вот мы по после гарантийки ремонтируем по сервисному обслуживанию ремонтируем только на сервисном центре вот платите вы только за запчасти за привоз и вывоз вашей техники с ремонта и за работу вы не платить то есть работа вам будет сделана бесплатно вот вот такие моменты тоже стоит уточнять то есть что подразумевается под сервисным обслуживанием некоторых брендов есть полное сервисное обслуживание у некоторых не полный то есть полное сервисное обслуживание это по сути то же самое что гарантийные обязательства вообще что входит гарантийные обязательства гарантийные обязательства входят у вас стоит стиральная машина дома она поломалась в течение гарантийного срока к вам должен приехать мастер сервисного центра должен ее продиагностировать определить неисправность если есть у него возможность значит эту неисправность устранить на месте если этой возможности нету либо заказывают запчасть потом приезжают к вам меняют либо не заказывают вообще ну то есть либо везут на сервис и делают на сервисе гарантийное обязательство любого производителя должно входить три момента первое бесплатная организация работ бесплатный ремонт замена запчастей либо ремонт без запчастей бесплатная замена запчасти ну то есть стоимость запчасти за вас никто не возьмет деньги за саму запчасть если вам говорят в сервисном центре что вот да мы вам ремонтируем бесплатно по гарантии а за запчасть платите вы это неправильно такого нету принципе такого не бывает запчасти по гарантии меняются то есть вы не платите ни за что вот меняют вам то есть гарантийный ремонт входит сама запчасть и и замена и если нужно доставить технику до сервиса отремонтировать на сервисе и привести вам ее назад то есть это обязан делать производитель в данном случае это представитель производителя это может быть либо сервисный центр либо магазин который вам продал эту технику тут уже скажем это такой довольно скользкий момент и на каждом у каждого бренда он решается по-своему скажем так то есть есть гарантия для сервисного центра выгодная есть невыгодная есть такие гарантийные скажем договор по гарантийному обслуживанию у сервисного центра с производителем такой что сервисному центру выгодно ехать к вам даже если вы живете за 150 километров там за 200 километров от сервисного центра им выгодно ехать к вам и ремонтировать эту технику и возможно ездить два раза то есть первый раз приехать установить неисправность а второй раз приехать и поменять вам запчасти вот есть такой важный момент в гарантийном обслуживании как наличие запчастей то есть есть такие бренды в которые постоянно держат склад запчастей есть такие которые у которых половина запчастей просто нет вот и вам приходится ждать когда эта запчасть приедет там из той страны которой произвели стиральную машину или там в которой находится сам бренд сам производитель на вот эти все моменты желательно уточнять перед покупкой у представителей сервисного центра больше вам эту информацию взять просто негде будет вот вы можете эту информацию попробовать узнать на авторизованном сервисном центре можете узнать даже не на авторизованном то есть на любом каком-то нормальном сервисном центре который занимается ремонтом бытовой техники вот то есть если они с ремонтом бытовой техники тесно связаны и то есть у них ремонт и есть и технику привозят значит они должны эти моменты знать вот обычно этой информации делятся ну просто как бы чисто по-человечески почему бы нет ну вот бывают такие моменты что вы берете технику покупаете в магазине магазин вам говорит много что да вот все есть все гарантия там сервисный центр обслуживаться форс-мажорные обстоятельства бывают всегда у нас например вот в украине да у нас был такой момент очень очень неприятный момент был было у нас даже два таких момента ну вот которые я помню у нас была такая техника как паре и была такая техника как рейнфорд вот то есть производители наши украинские делали технику люди эту технику покупали было у них обслуживание были сервисные центры было все но потом в один прекрасный момент это все дело просто закрылась и все и сервисные центры перестали обслуживать эту технику и те люди у которых сейчас стоят эти бренды дома в данном случае стиральной машины они с ними просто вот мучаются вот ну что еще по гарантии бывают такие моменты вот купили вы стиральную машину привезли ее домой подключили обращайте внимание на правильность заполнения гарантийного талона это очень важно если у вас неправильно заполнен гарантийный талон вот например гарантийный талон и он у вас неправильно заполненный у вас сервисный центр может просто не принять эту технику в ремонт сейчас очень многие сервисные центры себя перестраховывают особенно для тех клиентов которые находятся где-то за городом к ним нужно ехать не перестраховывают себя и просят чтобы им отправили либо ксерокопию документов либо сфотографировали эти документы там гарантийный талон чек практически на любой гарантии для сервисного центра важно правильно заполнены гарантийный талон наличие вот все это чтобы стоял штамп продавца чтобы была заполнена какая техника указан серийный номер и так далее все это чтобы совпадало второй момент важен это наличие кассового документа чека то есть подтверждение о том что вы купили этот этот товар там ну и у вас действительно еще гарантийный период то по чеку же там дата стоит да там видно допустим год гарантия они там смотрят а вы знаете у вас закончилась этом два года гарантия тому или год у вас там не закончилось ну такое вот поэтому на правильность оформления гарантийных талонов обращайте внимание чтобы вам потом не пришлось просто бегать по магазинам ну вот или ехать специально в этот магазин и просить чтобы они вам там поставили оформили гарантийный талон и так далее очень часто бывает такое кстати открылся магазин открылся магазин работает технику продает в эту технику там покупаете у вас случается гарантийный случай на сервисный центр отказывает вам в ремонте потому что у вас неправильно оформлены документы или они у вас просто не оформлены у вас там нету чека или там чек потерялся у вас нет гарантийного талона и вот такое все вы как вам решить этот вопрос вам предлагают обратиться в магазин а магазина нет магазин закрылся вот поэтому сразу же оформляю обращайте внимание на правильность оформления гарантийного талона и еще такой важный момент по гарантии у каждого сервисного центра есть гарантия выгодная и хорошая есть гарантия невыгодная и плохая что подразумевается под выгодной хорошей гарантией это подразумевается что производитель сервисному центру за ремонт платит своевременно и хорошо то есть платит сервисный центр выполняя свои услуги получает скажем так свои деньги второй момент производитель или представитель производителя снабжает сервисный центр запчастями своевременно вам не приходится долго ждать когда этот ремонт подлится по закону защите прав потребителей гарантийный ремонт гарантийный ремонт должен быть выполнен течение 14 календарных дней если гарантийный ремонт не может быть выполнен в течение 14 календарных дней то вы вправе требовать от представителя производителя либо продавца требовать подменный фонд то есть у вас сломалась стиральная машина на ней там поломалась какая-то редкая запчасть которую нужно ждать из-за границы 3 месяца в соответствии с законом о защите прав потребителей ну конкретно у нас в украине в принципе везде она закон как бы вот эти параметры они совпадают то есть вы вправе потребовать от представителя производителя от производителя от продавца вот вы вправе потребовать подменный фонд то есть вашу технику пока забирают на ремонт либо вы ждете когда запчасть привезут вы можете значит потребовать подменный фонд вам должны привести стиральную машину такую же вот подключите вы будете пользоваться пока вам не сделают вашу технику вот так по поводу этого всего сказал и что еще еще один важный момент такой вот у нас в украине например есть такая статья в законе о защите прав потребителей она действует до сих пор то есть это восьмая статья закон о защите прав потребителей она называется права потребителей случае покупки им товара ненадлежащий ненадлежащего качества вот и тут есть вот такой пункт вот расторжение договора договор это имеется ввиду ваш чек вот расторжение договора и возврата оплаченной суммы денежной за этот товар либо замена данного товара на аналогичный то есть вы купили стиральную машину она у вас поломалась по гарантии вы в течение гарантийного периода обращаетесь сервисный центр сервисный центр вам говорит мы не можем вам ее сейчас отремонтировать потому что запчастей нет их нужно ждать три месяца вы вправе требовать от сервисного центра акт в котором будет указано что невозможность выполнения ремонта вот по причине отсутствия запчастей с этим актом то есть это называется акт на ну а акт технического состояния у некоторых он уже называется как как списание вот обычно пишется заявление на имя директора сервисного центра либо на имя директора магазина в котором вы купили технику и прикладывается этот документ то есть вы на основании статьи 8 закона защите прав потребителей украины требуете забрать технику назад и отдать вам деньги либо поменять эту технику на аналогичную аналогичная это значит производитель может быть другой а там функции техники может быть такие же очень важный момент на него тоже стоит обращать внимание в принципе этим всем можно пользоваться мы живем слава богу нормальным государстве более-менее вот как бы это все работает но об этом вам не расскажет ни один продавец ну вот принципе первую часть материала который я хотел рассказать я вам рассказал удачных вам покупок ставьте лайки пишите комментарии и вопросы на все отвечу смотрите другие мои видео всем спасибо за просмотр до скорых встреч до второй части